Признание ЛДНР, вы сами сказали, что, возможно, это принесет более значительный результат. Какой это, в вашем понимании, самый максимальный и лучший из них? Честно, пока мы сидели здесь и варили собственную соку, это еще где-то месяц назад, я относился технически к признанию ЛДНР. Мне казалось, что это нужно прежде всего для того, чтобы как раз-таки, и об этом можно прочесть в моих публикациях, что как раз-таки это нам позволит заключить с Россией те необходимые нам договоры о, прежде всего, военной взаимопомощи. Если быть честным, то о помощи со стороны России надо. Какая тут взаимопомощь, понятное дело, что мы нуждающиеся со стороны. Но когда признание состоялось, я понял, что, оказывается, мы его ждали сильнее, чем можно ждать какого-то просто технического решения. И стало постепенно понятно, почему. Потому что вдруг открылась огромная возможность. Дело в том, что вы помните, конец 15 века, великое стояние на реке Угри, после которого Русь перестала платить дань Золотой Орде. То есть всего-навсего две рати постояли по двум берегам реки, но после этого началась новая история. Так вот и здесь. Ну, наверное, аналогия притянутая. Ну, тем не менее, чем мы богат, тем и апеллируем. Мне кажется, что после того, как мы установили вот этот исторический рубеж новый, если до сих пор состояние дел у нас было абсолютно неопределенное, мы не понимали, куда мы движемся дальше, какие будут перспективы. Мы находились постоянно в подвешенном состоянии, в состоянии этого страха. А вдруг большая политика повернется так, что мы откатимся назад. Ну, например, к исполнению минских соглашений. Этот страх присутствовал всегда. И даже наши официальные лица, которые должны были утверждать Минск, и которые должны были все время о нем говорить, как о дорожной карте, о незыблемости этого Минска, тем не менее, за пределами объектов камер, где-то уже там на человеческом уровне, они точно так же выражали обеспокоенность тем, что а вдруг начнут реализовывать, а вдруг что-то случится, а вдруг, блин, мы опять начнем там играть с этой Украиной, с которой играть невозможно. Что правильно российские политики говорят. Как можно играть в карты с теми, у кого они крапленные, собственно говоря, кто шулера. Так вот и здесь. Ну, мы уже наиграли. Я пережил уже, четвертый год, помаранчевая революция была в эпицентре событий, четырнадцатый год был в эпицентре событий в Киеве. Но я понимаю, что это невозможно. С ним договариваться невозможно. Они понимают только одно положение, к сожалению. Они это не украинцы, упаси бога, не украинцы. Украинцы такие же русские, только с определенными этническими отличиями. А это те люди, которые пытается украинский народ загонять в какое-то стойло и гнать по какому-то, я не знаю, по какому-то коридору, где ни вправо, ни влево везде колючие проволоки. К сожалению. На этом надо всегда делать акцент. Потому что мы обобщаем. Вот Украину. На самом деле мы обижаем огромное количество украинцев, русских, которые находятся там, а мы их под одну гребенку. Абсолютно так нельзя делать. Я прошу искренне прощения за то, что иногда мы делаем эти обобщения, совершенно неправильные обобщения. Так вот, сейчас мы понимаем, что угроза, прежде всего, это миновало. Не только угроза наступления украинской армии полномасштабного, не только угроза захвата этих территорий, возврата их насильственного в состав этой безумной Украины. Угроза того, что нас разыграют. Угроза того, что снова начнут играть в политику, снова вернутся к Минску. Кто-то там кому-то уши нашепчет и скажет, что это перспективное направление, давайте еще раз попробуем. А мы в этот момент будем опять сидеть и вертеть головами. Что происходит-то? То есть мы теперь понимаем, что все. Рубикон перееден, точка невозврата переедена. Слава Богу. И дальше только вперед. А уж куда вперед? Ну давайте будем посмотреть. Не хотелось бы слишком предвосхищать какие-то события. Но моя интуиция мне подсказывает, что, как расхожее выражение, все только начинается. Давайте мы не будем охраничивать себя, свои желания, порывы. Я понимаю, будет кровь. Я понимаю, будет смерть. Я не отношусь к этому цинично, рационально. Я не хочу сказать, что ну подумаешь, сколько в истории было этих миллиардов смертей, миллиардов, миллионов военных конфликтов, которые приносили эти смерти. Нет, мы будем и скорбеть, и переживать о своих товарищах, и даже о тех, кто там погибнет. Особенно жаль тех, кто ввязывается в это неосознанно, кто просто загнан обстоятельства или обстоятельствами загнан на линию фронта, загнан этой системой. Я прекрасно понимаю, что там подавляющее большинство тех же ВСУшников даже, они абсолютно не те вот сведомые, про которых мы говорим. Да, жаль их, безусловно. Ну, в конце концов, маховик истории – это штука такая, которая приобретает инерцию, и его уже так легко не остановить, как мне кажется. Ну, а там дальше будем смотреть. Поэтому оправдается мои ожидания, не оправдается. Если оправдается, то самое главное, дай Бог, чтобы как можно меньше крови.